ну вот мы приехали городу с рис сейчас на улице где-то минус 15 но так такой мороз минус 15 как вот я ощущал на камчатке он здесь не ощущается автовокзал передам здесь если вот на пол вот и напротив вот то что вы сейчас видите вот за моей спиной это центральный рынок но заходить мы туда не будем потому что и так знаете что на этих рынках продает это продовольственный рынок а мы пойдем дальше центру города вот немножко отошел с автовокзала вот этого уссурийского автовокзала и сейчас я иду в парк зеленый остров вот этот парк чтобы пройти в этот парк не надо пересечь мост через реку раковка ну так называется река особенность этой реки я вам еще чуть попозже расскажу вот но сейчас уже вы с риски немножко уже потеплело сейчас уже минус 10 и мне уже немножко становится слегка жарковато перед так вот впереди что мы видим вот этот вот мы видим дамбу дамба реки вот на горочка вот эта горочка является как раз это дамбой реки немножко скользковато но ничего не поделаешь придется подыматься потому что обратного пути нету так теперь дальше вот мы забрались на эту реку вот идем по дамбе это кстати искусственная дамба которая соединяет вот эти обе реки и потом спускаемся немножко идем на спуск ой крутые аж если будут тормозить я уже упаду вот наконец так все вот мы сейчас спустились сейчас будет сама речка раковка так насколько я помню здесь был мост как мне перейти эту реку мы сейчас посмотрим вроде бы тропинка идет к мосту и где этот мост сейчас мы посмотрим одна тропинка так а нет река будет попозже а то уже когда я пройду парк местный река будет позже сейчас вот сейчас работа она будете после парка сейчас вот сам уже парк культуры так что там у нас видно видно так в парке видно деревья распиливает так вон там стадион футбольный еще чуть подальше подальше пройдемся так а это вроде бы на прямо вот эти вот звук вот этой бензопилы меня добивает скорее всего спиливает уже старые деревья так вот здесь что то здесь это уже заброшенное строение это бывшая танцплощадка насколько я помню сейчас она уже не действует так на теперь пройдемся так теперь в сторону пойдем так дальше мы видим что это здесь был раньше зверинец вот при мне он еще существовал когда я еще в две тысячи тринадцатом году уезжал с этого уссурийского же семилуки нас совсем через год в июле или в августе месяца четырнадцатого года произошла здесь можно сказать трагедия в результате тайфуна разлилась вот эта река раковка через которую мы будем сейчас переходить и вот в результате разлива был полностью затоплен весь вот этот парк и затопило полностью зверинец в котором обитали медведи ну и в результате затопления по моим данным насколько я помню там по моему один или два медведя все таки утонуло одного медведя все таки удалось спасти спасали их можно сказать на лодках пытались открыть и вольер клетки удалось удалось все таки ему выбежать из клетки чтобы не затопило его вот но два медведя все таки были все таки утонули вот сейчас мы идем дальше так вот сейчас мы идем на выход этой реки вернее на выход из этого парка так что мы видим так все таки придется опять идти через заброшенные это танцевальная площадку вот 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 в этом парке видим сумки висят то есть когда происходит вот эти вот вот и вот парк зеленый остров и что она делает вяжет сюда замки так что у нас тут так вот здесь на этом месте когда-то были карусели все посносило скамейки стояли так дальше впереди меня так ну он там вдалеке футбольные футбольные ворота стоят а я как уже раньше говорил футбольное поле здесь в этом парке ну и сейчас идем к выходу уже вон виден мост через реку и дальше уже идем на выход так ну вот мы забрались на мост вот по мосту идем вот здесь уже можно сказать река раковка вот вот здесь как мы видим шамки которые вешают на свадьбы здесь а ты с кого шапка а я откуда знаю я же вот поэтому поэтому но я как вам рассказывал еще раньше наперед перед этим вот эти именно вот эта река еще в 2014 году летом поднялась очень высоко вплоть до моста было зато был затоплены не только вот этот вот парк зеленый остров да вот как я бы рассказывал был полностью затоплен парк ну и был зато было затоплено еще очень значительная часть города на автовокзале где я стоял вот в то время вода была можно сказать по колено и машины не могли проехать на мост проходили только вот эти вот все четырехприводные машины вот у которых была очень высокая подвеска и другие машины у которых подвеска была очень нежная рисковать проехать через это место не могло но я вам одно время это сама покажу как-нибудь фрагмент из видео где было показано вот это вот наводнение но это уже сам вход в этот парк здесь стою здесь была еще как его колонна вот еще было зеленого цвета еще при мне было и было написано надпись парк культуры и отдыха зеленый остров но сейчас видим что ее снесли остались только вот одни ворота парк но теперь мы дальше пойдем так выходим из этого парка уже мимо узких улиц как были вот эти дома старые в мою бытность так они остались ну и сейчас впереди меня будет аллея памяти там там стоит этот вечный огонь па у и не в м в па в память Защитников Родины И там же установлен вечный огонь Сейчас я вам эту Аллею покажу Так, вот мы вышли Вот на эту аллею Так, вечный огонь есть Вот она, сам памятник Здесь вот на доске На этой черной И с другой стороны Высечены имена Жителей города Устрийска Которые погибли В годы Великой Отечественной войны Ну а наш путь Лежит В старый город В пешеходную зону Так Вот здесь мы видим Вот эта историческая часть Города Устрийска Она пешеходная Но маленькая Видно, что уже монтируют елки Там вот это вот белое трехэтажное здание Это почтамп центральный Устрийский Здесь Как обычно Торговый дом Раньше это был Гастроном Продовольственный магазин Вон дальше видно Это Устрийский горвоенкомат Такое вот здание Вот с куполом Так Что здесь еще Ну а впереди Вон Такое высокое здание Вот здание Это здание Это можно сказать Штаб Штаб Пятой Краснознаменной Общевойсковой армии Которая входит В подчинение Восточного Военного Округа Так Ну вот Перешли мы Через дорогу Сейчас Выходим На Главную Улицу Города Устрийска И По этой улице Будем двигаться К центру города А сейчас Будет перекресток Пересечение Улицы Чечерина И Некрасовая Вот Мы пока Сейчас Идем По этой улице Чечерина И Сворачиваем На Некрасовскую Это и есть Центральная Улица Вот А вот Это Кирпичное Здание Это Так Называем Учебный Корпус Бывшего Уссурийского Педагогического Института Который Входит В состав Дальневосточного Федерального Университета То есть Как бы Уссурийский Филиал Дальневосточного Федерального Университета Ну а дальше Идем Дальше Вот Видим Этот Перекресток И На этом Перекрестке Сворачиваемся Направо Так Ну вот Мы свернули На Эту Улицу Некрасова Это Центральная Улица Города Уссурийской И Пойдем По ней До Центра Города Вот Мы прошли Еще Минут Пять Ну и Перед нами Уже Видняется Центр Города Вот Здесь Видим Девятиэтажное Здание Это Гостиница Уссурийск Центральная Гостиница Уссурийск А дальше Начинается Уже Центральная Площадь Города На которую Мы идем Города Началась Вот эта Первая Эпидемия Вот этого Вируса Город Городские Власти Нечего Лучшего Не могли Придумать Как Заселить Вот это Как Переоборудовать Одновремя Гостиницу Для Лиц Которые Подхватили Этот Вирус Но В результате Вот этим Решительным Действием Жителей Города Планы Правительства Это Как В городской Мэрии Размещение Здесь Этих Ковидных Больниц Реализовано Не было И поэтому Было Принято Решение Переместить Вот этот Центр Для Размещения Вот этих Ковидных Больных За территорию Города И я Считаю Что Сделано Это было Правильно Так Вот Видим Мы Что Площадь Центральная Площадь Города Видно Уже Смонтирована Ёлка Вон То Здание Пятиэтажное Здание Это Здание Администрации Города Уссурийск И Уссурийского Района Или Как там Сейчас По-новому Называют Уссурийский Уссурийского Не Уссурийского Района А Уссурийского Городского Округа Так Через Дорогу Думаю Все Покашем Потом Так Сейчас Осталось Только Перейти Через Через Дорогу Через Дорогу Там даже Вон Видна Вывеска Так Ну Теперь Путь Свободен Я Перехожу Дорогу Так Ну Вот Мы Вышли На Центральную Часть Города Так Вот Здесь Елки Так И Сохранились Как Они Были Так И Растут Вот Это Памятник Славы Борцам Партизанам Павшим В боях За Город Уцирийск При Установлении Советской Власти Что Примечательно Что Советская Власть Окончательно На Дальнем Востоке Было установлено Не в 1920 Году Вот Как вот В Сибири На Урале И В центральной Части Бывшего Советского Союза А только В 1922 Году Когда Изгнали С Дальнего Востока Японских И Американских Интервентов Так Дальше Вот Мы видим Кинотеатр Россия Своё Предназначение Кинотеатр Не потерял До сих Пор Но Мы Двигаемся Дальше Так Ну вот Видите Что я Нахожусь Именно Вот На Центральной Площади Города Сейчас Мы Зачекинимся Задонатимся И Залайфахимся Ну вот Мы Прошли Центральную Часть Центр Города И Идём По этой Улице Некрасова Дальше Так Ещё Чуть Подальше Ещё Один Перекрёсток Это Пересечение Улицы Ленина И Улицы Некрасова Скотч Влад Сеть Сотовых Сети Интернет Магазинов Вернее Сеть Магазинов Компьютерной Техники И Вот этих Аксессуаров То есть Сотовых Телефонов Называется Влад Линк Если у нас Воронеже Они называются Сити Линк То Здесь Называется Влад Линк Так Бегом Переходим Бегом Переходим Через дорогу Так Что мы дальше Видим Дальше Очередная Многоэтажка При мне Вот её Не было Ещё Видать Её заканчивают Её строить Вот это Памятник Пушкина Так Вот это Через дорогу Это Многофункциональный Центр МФЦ Раньше В этом здании Находился Переговорный Пункт Так Что у нас Дальше У нас Идёт Торговый Центр Вот как Называется Я уже Забыл Но сейчас Мы вспомним Потому что Его как раз При мне Построили Вот видим Мы Что Потихоньку Вычищает Центр Города Центральную Дорогу От наледи Потому что Здесь Так же Как На Камчатке Выпадает Очень Много Снега Но Полторы Недели Назад Здесь Выпал Ледяной Дождь И Поэтому Все Покрыло Слой Льда Вот Основную Проезжую Часть Вычистили А Подъезды И Парковочные Места Так и Не Очищили И даже Видно Что Тротвары Очищенные Так Пройдя Еще Несколько Десятков Метров От Этого Торгового Центра Анкарес Еще Один Перекресток Но Название Перекрестка Я не помню И Вот Видно Супермаркет Зеленый Остров Одни Супермаркеты Пошли дальше Ага Движемся дальше Движемся дальше Так С правой стороны Двухэтажное Здание Это детская Школа Искусств А вон То здание Вот это Двухэтажное Которое За забором Это здание Центрального Банка России По Приморскому Краю В городе Уссурийск Это Бывший Госбанк Так Называем Так Прошли мы Еще минут Десять Вот по этой Улице И мы Вышли Опять На перекресток Это Пересечение Улицы Некрасова И улицы Краснознаменной Так Вон туда Дорога Которая Уходит Влево Уходит В поселок Пограничный Это поселок Можно сказать Вплотную Примыкает К российско-китайской Границе И расположен Он В 90 Километрах Отсюда От города Уссурийск Отсюда До того Как вот Из-за этой Эпидемии Закрыли Российско-китайскую Границу Здесь Был Очень Большой Затор Весь Автотранспорт Большегрузные Автомобили Проходили Как раз Вот Именно Вот По этому Участку Дороги Дальше Они сверачивали В эту сторону Это назад В Владивосток А основной поток Шел В ту сторону Дальше По Краснознаменной В сторону Хабаровска Ну а сейчас Мы дальше Пройдемся В сторону Хабаровска Ну вот Я проехал На автобусе Две остановки Вот По этой улице Некрасова Вот И сейчас Я Спускаюсь На Так называемый Китайский Рынок Где Основные Продавцы Граждане Китая Вот Здесь Вот Небольшая Такая Улица По которой Я вот Сейчас Спускаюсь Вниз Вот Называется Улица Сейчас Вам Скажу Улица Льва Толстого А еще Вот Есть Параллельно Вот Если Вот Еще Дальше Чуть Пройти Тоже Есть Улица И Она Называется Муданзянская И Сейчас Мы Посмотрим Вот Этих Граждан Китая За Прилавком И Но Из Самих Граждан Китая Может И Не Быть Потому Что Они На Время Эпидемии Умотали Себе В Китай Вот Но Сами Что У нас Как Бы Иностранным Гражданам Запрещено Самим Торговать И Принимать Вот Эти Вот Деньги От Нас Россиян И Поэтому У них Сидят Рядом Помощники Это Наши Простые Граждане Которые И Консультируют Китайцы В принципе Сами Могут Тоже Консультировать По Тобору Но Им Запрещено Принимать Деньги От Нас Вот В чем Специфика Вот Этого Рынка Ну Пройдемся Дальше Сами Знаете Что Так Вот Дальше Мы Идем Это У нас Что Там Автостоянка Так Идет А Вот Виден Гитарец Маска Еще Один Так Дальше Что У нас Так Переезд Так Вон Там Впереди Это У нас Так Называем Продуктовый Рынок Где Тоже Вот Торгуют Граждане Китая Так И Заходим Сам Рынок Здесь Мы Видим Надпись Соблюдайте Дистанция Полтора Метра Вход Без Маски Запрещен А Посередине Вот Мы Видим Написано Китайскими Иероглифами Так Поехали Ну Вот Я Да Сама Немножко Вышел С этой Улицы С другой Стороны Вернее Не с улицы А из этого Китайского Рынка Который Расположен Чуть Ниже Вот Внизу Можно По другой Улице И вот Эта Улица Называется Как-то Она Необычная Называется Эта Улица Муданзянская В честь Китайского Города Муданзян Который Находится Который Находится На территории Китая На границе С Россией Сюда Одно время Приезжала Делегация С этого Города Сюда Уссурийск Посещала Вот этот Китайский Рынок Буквально За день До приезда Вот этой Делегации Из Китая Сразу Насколько я помню Резко Переименовали Вот эту Улицу Какое название Раньше Насела Улица Я не помню Вот Вот это Вот название Улица Муданзянская Вот это Я хорошо Запомнил Ну а вот Дальше Вот Опять Мы на этой Центральной Улице Некрасовской А уже Буквально В двух Километрах Если вот Идти дальше Пешком Но я туда Уже не пойду Заканчивается Сам город Уссурийск А вот Видать Новое Строительство Постройка Что строят Я не знаю Может быть Опять Очередной Торговый Центр Но За этой Стройкой Находится Военный Городок Вот Даже видно Вот Если бы Покрупнее Планздел Вот Видать Или гостиница Или общежитие Для офицерского Состава Вот Здесь Это район Так называемый Северный Городок Вот Здесь Жилые Дома Для Офицерского Состава И для Военнослужащих Контрактников Здесь Находится Гвардейская Ракетно-артиллерийская Бригада Вот Которая Тоже Входит В состав Вот Этой Пятой Общевойсковой Армии Штаб Которая Находится Здесь В городе Уссурийск Ну а сейчас Перехожу Через дорогу Возвращаюсь Обратно В Центр Не в центр Города А в район Автовокзала Вот Вот Тем более Сейчас уже Время Уже Где-то Около Шестнадцать С чем-то Это местное Вот Время По Приморью Да Ну и Отнимаете Семь часов Разница Вот И Высчитывайте Сколько Сейчас В Москве И Воронеже Время Вот Конечно Сейчас уже Немножко Еще Потеплело Уже Сейчас На улице Минус Пять Градусов То есть Не минус Шестнадцать Пятнадцать Как говорил Раньше Да А уже Минус Пять Чем Характерна Зима Здесь В Приморском Крае И В частности В городе Уссурийский Здесь Зимой Очень Резкий Перепад Температуры То есть Ночью Температура Может Опуститься До Минус Двадцати Градусов Это Можно Ощутить На себе Очень Хорошо А зато Вот Днем Ну Минус Пять Это Нормально Вот Ну вот Сейчас Мы Сели На Автобус И Возвращаемся Обратно В Район Автовокзала Точно Так же Как И Здесь Как И В Других Городах России Посадка На Автобус Строго В Маске Везде Масочный Режим Который Никто Не Отменял Ну И Поехали Кстати Еще Скажу Что Здесь Васюрийский Проезд Дорогой 28 Рублей Я Я Вот Сейчас Еду На Маршрут Такси Вот Я У меня Просто На всякий Случай Заготовлена Мелочь Потому Что На Автобусах Которые Принадлежат Вот Вот Мы Сейчас Проект Прилет Автобусам Оплата По Карте Вот А На Некоторых Маршрутных Такси А Здесь Маршрутные Такси Те Же Корейские Микроавтобусы Хандай Вот На Некоторых Маршрутных Такси На Микроавтобусах Есть Оплата По Карте На Других Нет Но Благо Попалось Что Оплата По Карте Вот Чтобы Действительно Удостовериться Что Он В этом Проезд По Городу 28 Рублей Вот Я вам Сейчас Покажу Вот Кроп Даже Кроп Увеличиваться Проезд На Автобусе 28 Рублей Это В городе Уссирийский Вот Ну Я так понимаю Что Во всем Приморье Тоже Проезд 28 Рублей Хотя Вот Если Сравнивать Приморский Край Камчатку Вроде Б В Приморском Крае И Бензин Подешевле Чем На Камчатке Вот И Сами Закупка Вот Этого Авто Транспорта Тоже Дешевле Но Почему Такой Дорогой Проезд 28 Рублей Мне Это Абсолютно Непонятно А Я Как Рассказывал Вам Выше Проезд Вот В Камчатском Крае Вот В Других Вот Поселках И Городах 25 Рублей Да А В самом Петропавловске Камчатском 27 Рублей Вот Мне Этого Тоже Непонятно Я Так Понимаю Что Здесь Очень Хорошо Вот Этого Директора Которые Курируют Автотранспорт Да Явтотранспортные Перевозки Очень Заинтересованы В том Чтобы Побольше Набить Себе Карман Другого Другой Причины Вот Такой Вот Высокая Стоимость Проезда Я Не Видел То Не Понимаю Это Мое Конечно Мнение Вот А Сейчас Проезжаем Дальше Ну Вот Очередно Дальше Проезжаем Назад Все Вот Эти Вот Здания Я Показывал Как Обычно Супермаркет Зеленый Остров Перед Цветофором Немножко Тормознулись Ага Работает 24 часа Но Сейчас Он уже Работает Не 24 часа А с 9 До 21 Часа Потому Что Сами Знаются Что Спиртные Напитки Уже Здесь Как и у нас В Воронежской Области Только До 23 Часов Начиная С 8 Утра Вот В общем Из того Что мы Увидели Делаем Вывод Что Здесь Ничего Такого Нового В Буссерийске Не построено Единственное Только Обновили Здесь Центральную Часть Города Вот Еще Больше Развесили Эти Вывески В магазинах Еще больше Магазинов Открылось Но Но Это Проблема Города Все равно Не решают Самой такой Большой Промышленности Нету В этом Городе За исключением Только Вот Масло Завода Завода ТЭЦ Уссурийской Уссурийского Ликероводочного Завода Больше Здесь Нет Хотя Взять Сам Город Уссурийск Это Второй По величине Город В Приморском Крае После Владивостока Так Вот Мы Сейчас Сама Приближаемся Потихоньку Опять К Центру Города Вот Здание Как я Уже Говорил МФТ Многофункциональный Центр Вот Дальше Опять Сейчас Пойдет Кинотеатр Россия Вот 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 Сейчас Тронулись Опять После Светофора Так Это У нас Ну Как обычно Вот эти Магазины Вот Уже Проехали С другой Стороны Автобуса Гостиница Гостиница Сори Вон там Вдали Дом Офицеров Аптека Вот Это Маленькое Здание Это Местный Музей Далее вот сейчас мы будем опять поворачивать налево вот сейчас вот перед вот это здание видим это здание опять же пединститута вот это учебный корпус вот этого пединститута я вам говорил будет здание штаба 5 армии вот тут даже выставлены образцы бронетехники и бмб пушки ну а дальше уже виднеется здание Сибербанка России и дальше уже будет очень большая автобусная остановка ну вот и закончилась моя прогулка по этому городу Сирийску сейчас я возвращаюсь домой к родственникам но еще последнюю достопримечательность которую я хочу вам показать это то что сейчас вот поворачиваю спиной вот здание когда где вот эти вот это бывший уссурийский цирк его в середине 90-х годов его можно сказать пришел в упадок был закрыт но стал использоваться уже не по назначению размещался цветочный павильон сейчас вообще он закрыт уже принял уже вообще жалкий вид поэтому жалко здание когда-то сюда в эту церковь женой со старшим сыном когда он еще был маленьким ходил сюда сейчас уже цирка нет здание осталось ну на этом сейчас мы прощаемся вот на днях завтра или послезавтра а скорее всего наверно послезавтра если позволит погода поедет поеду во владивосток смотреть город отсюда до владивостока где-то полтора часа на автобусе ехать вот можно конечно добраться на электричке но электричка она очень долго идет это около двух часов и к тому же очень кланяется каждому столбу поэтому все таки на автобусе тем более что автобусы они очень часто отсюда из-за риска в Волгосток уходят ну все до свидания сейчас уже можно сказать 17 часов вечера в Москве и в Воронеже уже 10 часов утра ну все до свидания